МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жара в России прошлым летом стала подбираться к абсолютным чемпионам мира по температурным рекордам. И главным ньюсмейкером страны вдруг стали метеорологи. Российская столица отмечает юбилейные 35-е сутки аномальной жары. Сегодня плюс 35. Начиная с 21 июня температура в Центральной России не опускалась ниже плюс 30. И это в тени. Даже ночью жара не отступала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Москва задыхалась от смока. Апокалипсис сегодня, говорили и москвичи, и гости столицы. Кто мог, спасался бегством. Остальные уповали на респираторы. Как поется в песне, дым костра создает уют. Ну, это в походе или на шашлыках. А что, если этим дымом дышать круглые сутки, как три недели назад жители Центральной России? Итак, эксперимент на себе в этом дыму без противогаза и респиратора. Я проведу 10 минут, а вместе со мной дышать дымом будет пылесос. На выходное отверстие мы крепим маску. Точно такую же, какие многие из вас носили в эти дымные дни. Главное условие эксперимента, мне и пылесосу, надо дышать одним воздухом. Поэтому, осуществляя воздухозабор через рот, в этой же зоне я держу и трубу. Ну вот, 10 минут прошло. Мы прекращаем эксперимент. Идеально чистый. На старте фильтр встал. Сами видите, каким. После нескольких дней, проведенных в облаке пожаров, вы думаете, у вас в легких не появились такие круги-копоти? Готовя операцию пылесос, мы старались как можно точнее воспроизвести модель подмосковного пожара. Немного травы сушеной, тарелка торфа и пыли, хвоя, дрова. Все, что горело летом в лесу, добавит газу нашим исследованиям. Но для забора ядовитых испарений, мы пригласили к мангалу команду из МГУ. Первое, что мы с вами меряем? Мы меряем на терпение угарного газа. Вот выгибаем его позиции, который сейчас на районе МГУ, да? Какие показатели сейчас, в данном случае? Ну, сейчас мы наблюдаем более чем правное превышение. 10 раз на решение нормы? Как минимум. Вот некоторые моменты посадки на дистанции. Напомню, угарный газ – это то, чем пугают водителей. Заведешь двигатель в гаражном боксе и задохнешься именно угарным газом. Так вот, этого угарного газа в Москве было в 15 раз больше нормы. А было и 18, когда мы ходили в какой-то момент, устанавливали, когда особое задумление. И такие концентрации головная боль обеспечены, наверное, практически любого. И это еще не самое страшное. Кроме окиси углерода, в небе над Москвой собрался целый букет из газов. Апирены, фенантрены, антрацены, флуорантены. Все это химическое разнообразие продукта неполного сгорания муков и древесины. Почти то же самое, что вдыхают рабочие на нефтяных производствах. Среднесуточные нормативы по этим веществам превышались от 3 до 20 раз. Такой концентрации невозможно добиться, если даже вдыхать черный дым из выхлопной трубы грузовика. И все это осело в наших легких. Токсины, которые попадали к нам не только через дыхательные пути, но и которые проглатывались во время разговора, могут некоторые из них вызывать даже онкологические заболевания. Скрыться от смога было негде. Даже в московской подземке стояла дымовая завеса. От недостатка кислорода люди падали в обморок. Очень было душно, люди падали. Я сама видела, что очень много людей падало. А бывшее начальство ни разу не посоветовало нам воздержаться от спуска под землю. В дневные часы увеличивать приток горячего воздуха на станции практически невозможно. Мы будем более активно работать в вечерние часы. Вентиляции в вагонах никакой нет. Там действительно для пассажиров бани. Прошлым летом метро и вовсе превратилось в газовую камеру. Гарь с улицы вместе с горячим воздухом заполняла станции, туннели, вагоны. Время жары, то есть то, что сейчас происходит на протяжении нескольких лет, метрополитен не готов, чтобы дать нормальные условия проезда пассажиров работникам метрополитена. Работники метрополитена объясняют, мало того, что в подземке установлены не кондиционеры, а обычные вентиляторы, так они еще и устаревшие. Практически вот около 50 лет это не менялось. Нам специально давали бумажные, ну такие, в общем, плохо себя очень очущали. В прошлом сезоне июль-август маски были в тренде. Уберечься, например, от окиси углерода, от угарного газа маской невозможно. Если маска не победит угарный газ, может, хоть противогаз поможет. Тем более, что у дизайнеров уже есть стильные разработки. Противогазы, какие-то симпатичные розовые противогазы, противогазы с валенкими ушками. Шутки шутками, но в рейтинге защитных средств от дыма противогаз, конечно, лидирует. На втором месте респиратор, но и маска не совсем бесполезна. Все эти маски, они, конечно, имеют некое защитное действие вот от этих мелких взвешенных частей. Они задерживаются, конечно, тем более, если многослойная маска. То же самое были рекомендации, если открывать, допустим, форточки, занавешивать их слоями марли, может быть, смачивать, чтобы воздух был повлажнее. Если и маску не носить, можно просто промыть нос. Задние отделы полости носа и носоглотку, особенно у детей здесь воспаленные отделы слизистой оболочки и аденоиды, которые вот всегда все боятся, что они воспалены. Во время задымления врачи рекомендуют промывать нос 4 раза в день кипяченой водой. Спустя несколько месяцев мы узнаем, что наделал СМО. Есть оценки, там, порядка 15 тысяч человек. Это очень много, конечно. У нас в год на дорогах, скажем, гибнет чуть больше 30 тысяч человек. А тут за два месяца в одной Москве погибло половина от того количества людей, которые гибнут на дорогах в год. Отравляющий смог проникал всюду и убивал. Были дни, при которых смертность увеличилась, на мой взгляд, в 2,5-3 раза. Машин трубоперевозки реально не успевали. Дефицит машин у ритуальных служб в морге, как в советских гостиницах, мест нет. Только прошлым летом, впервые за последние годы, умерших людей не увозили из дома до самых похорон. Тут даже взятками ничего не решалось. О реальном масштабе бедствия знали только сотрудники похоронных агентств. Позже об этом заговорят врачи. По европейской части 54 тысячи дополнительных смертей. Вот представляете себе, что такое город? 54 тысячи. Вымер. Тем временем власти на местах замалчивали реальный масштаб бедствия. Они не сознали опасность. И то, что они не созвали научно-медицинско-экспертное сообщество, что нужно делать. И понимаете, вот эти убаюкивающие абсолютные интонации, в том числе главных специалистов, о том, что все нормально, ну подумаешь, ну жарко, ну пойдите, встаньте под душ, ничего страшного, невероятно количество вранья. Самое пекло в Москве остались только простые люди. Бывший мэр Юрий Лужков отдыхал в австрийском Тироле. Начальник управления лесного хозяйства по Москве и Московской области господин Гордещенко был в это время на одном из европейских морских курортов. И только когда дым добрался до Кремля, в столице начались бесконечные совещания. Москва Москвой, но ведь к тому времени в дыму задыхалась пол-России. Эти слова губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев говорил, когда в деревнях люди боролись с огнем с помощью лопат и веток. Валерий Павлович, нужна ли какая-то дополнительная помощь от нас? Пока мы справляемся сами. Через день сгорела дотла печально известная Гибловка или Верхняя Верея. Вслед за ними огонь захватил еще несколько поселков по соседству. Я так же с ведром бегал, бегал, как жахнет. Был чистый град. Бегал, подбегал, зачепывал ведро, ложился на землю дышать, вдохнуть, добежать. Это уже граница Московской и Рязанской областей. Даже спустя год здесь не отошли от кошмара прошлого лета. Я задыхаюсь, вот они в этот раз, два врача, они меня вот еле откачали. Поселок Маховое сгорел за 20 минут. Теперь на месте старого Махового сплошное пепелище. Еще год назад здесь стояли 300 домов. Вот едем по дороге, тут горит, тут горит, сверху сыпется, на тебя горит, все кругом горит. Вот взяли, вот брала икону, вот так сидела всю дорогу. Беспощадный верховой пожар. Ушел по кронам деревьев, и у тех, кто был на его пути, почти не было шансов выжить. Нас никто не спасал, никто, никого не было. Бежали кто как мог. Дети бегали, бегут, хрик, старухи бегут. Кто на велосипедах бежит, кто на мопедах, кто на машинах. Ни транспорта, ничего нам не дали, чтобы нас спасти можно было. В огне погибло 15 жителей поселка. Они пять человек сгорели в погребе. Да, двое моих соседей сгорело, третья соседка сгорела, и мать с сыном сгорела. Эта трагическая история облетела все газеты. Сейчас родственники погибших из старого махового переехали в новое, но даже спустя год все они давать интервью наотрез отказываются. Новое маховое тоже стоит на окраине леса. Несколько дней назад здесь снова начался пожар, но на этот раз обошлось. Странно, но прошлогодний кошмар не стал уроком для местных жителей. Ничего нет у нас. Мы даже в этот раз, началось вот здесь гореть, мы даже в этот раз не знаем по телефону, куда в пожалку позвоним. Даже ни телефонов, ничего мы не знаем. Этой хроники хватило бы на целый фильм-катастрофу, но теперь это наша реальность. Сейчас синоптики признаются, аномальная жара 2010-го для них самих стала сюрпризом. Пекло держалось 58 дней подряд. Такого здесь не было никогда. Никогда, за весь период метеонаблюдения, это порядка 150 лет, Никогда не было такого длительного, такого жаркого периода. Может быть, что-то аналогичное было в те времена, когда жили динозавры. Самые суеверные нашли подтверждение, что мы можем вымерить как динозавры, в пророчествах Ванги. Эти слова относились к России. Неживую жильную землю. Там понедлилится кучка людей, как тени. Доктор медицинских наук Борис Ревич в апокалипсис не верит. Ученый, получивший премию мира за исследования в области изменений климата, он давно предупреждает. Жара в России теперь ни для кого не должна быть сюрпризом. Число волн жара и холода будет увеличиваться. Почему это происходит, ученые до сих пор не разобрались. Но то, что человек несет ответственность за глобальное потепление вместе с природой, с этим уже тяжело спорить. Клад человека в увеличение волн жары, когда мы говорим по миру в целом, порядка 50%. Ученые советуют, планируете долго жить, привыкайте к жаре. У нас периодически будет очень жаркая температура, прежде всего летом. Худший вариант – это то, что в районе 2070 года у нас каждый год будет такой же, как, скажем, волна жары в Европе в 2003 году. Картину апокалипсиса эпохи после 2070-го ученые рисуют так. Сначала иссякнут водные ресурсы, реки обмелеют. Пруды пересохнут. Фонтанов в городе не будет. Жара уже спровоцировала появление опасных вирусов, как новых, так и хорошо забытых старых. Так называемые южные болезни, которых у нас становится больше. Например, лихорадка западного Нила, например, холера, которая, конечно, всегда была, безусловно. Это, конечно, дело касается все-таки не Москвы, а вот скорее Астрахани, скорее южной части России. Но то, что их стало больше, это тоже вот просто факт. Как ни странно, больше стало энцефалитного клеща. Вертолет МЧС кружит над Московской областью. Смотришь на эти километры выжженной земли и становится как-то не по себе. На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом площадь пожаров по территории Российской Федерации увеличена более чем в три раза. И при этом количество очагов примерно одинаково по сравнению с прошлым годом. Внимание, сотрудник МЧС не оговорился. Уже сегодня площадь, захваченная огнем, в три раза больше, чем самое пекло прошлого года. Правда, пока ужасное далеко. Основные очаги в Сибири и на Дальнем Востоке. До Кремля дым еще не доходит. Но кто знает, как сменится роза ветров и куда на этот раз доберутся языки пламени. Сейчас уже горят арханники, которые неизбежно какое-то задымление в Москве дадут. Но вот сейчас еще можно исправить ситуацию, по крайней мере, не сделать это задымление таким сильным, как было в прошлом году. Чтобы дымовая завеса над столицей не опустилась снова, главную причину решили в прямом смысле замочить. При советской власти торфянники осушали, теперь поняли, что это была ошибка и занялись обводнением. Впрочем, у экологов другое мнение. Обводнение, о котором так много говорят, на которое выделяются деньги, это не панацея. Во-первых, совершенно не все территории, небольшой процент территории можно реально обводнить. Многие проекты, которые мы сейчас видим, которые срочно реализуются, но это вот попытка массой денег заткнуть отсутствие компетентности. Это невозможно в таком вопросе. Конечно, водные поля под Москвой – лишь одна из мер защиты. Главной причиной пожаров и власти экологи называют человеческий фактор. Неподушенный костер, брошенная сигарета, халатность оборачивается человеческими жертвами и миллиардными убытками. А раз виноваты люди, значит и борьбу с огнем нужно начинать именно с них. В основном это профилактическая работа. Выставляем на въезде в город Шатуру пост совместно с МЧС, на котором вручаются памятки жителям и гостям нашего района. Этим летом в зоне риска дети и пожилые люди. Актриса Наталья Крачковская – хронический астматик. Из-за жары и гари все прошлое лето она была на грани жизни и смерти. От жары, от дикого, вот как рыба, знаете, хватало. Вот и Борис Моисеев раньше на здоровье не жаловался, а прошлым летом вдруг начались проблемы. Упал нафталин и крепенько-крепенько спал. Думал, что уже на утро я не проснусь. Конечно, это можно считать совпадением, но уже через полгода певец попал в реанимацию с инсультом. Спасатель МЧС Геннадий Кизяков, как никто, знает, чем можно надышаться на пожаре. Скольких людей в те жаркие дни Геннадий спас от огня и дыма, а свою маму не уберег. А поскольку у нее было заболевание легких, она постоянно держала открытыми окна. Я говорю, мам, закрой окна, нельзя так. Я не могу дышать, пусть я лучше задохнусь от дыма, чем я задохнусь без воздуха. Перегрузки во время жары и отравления смогом могут сказаться намного позже, и отследить это практически невозможно. Перегрузки во время жары и отравления смогом могут сказаться намного позже, и отследить это практически невозможно. Но мы думаем, что результаты все-таки еще имели отсроченный характер. Так что в точности определить, насколько повысилось или какой процент смертности вызвался за счет вдыхания вот этого угарного газа в этот период, сказать сейчас тяжело. Потому что я думаю, что последствия еще продолжают проявляться у некоторых людей. Это и отсроченные смерти, которые наблюдаются и осенью, и зимой. И в самом деле результатов адского лета 2010-го мы не знаем. Но есть чем сравнить. Это 98-й год. Облако пепла накрыло Хабаровск. Мегаполис дышал гарью с мая по октябрь. Для врачей дети, рожденные в этот период, отдельный класс пациентов. Те, которые родились 12 лет назад, все психически очень много неустойчивые. Это дымные дети. Кирилл исчезла от тех самых дымных детей. Родители до сих пор не знают, чем надышался их ребенок. Мальчику пришлось оперировать легкое. С тех пор Кирилл дышит с трудом. Самое интересное, что точно такие же диагнозы у двоих человек. И один человек перенес точно такую же операцию. Чиновники обещают, что в этом году торфяники гореться не будут. Но докладом о том, что все под контролем, не верит даже президент. Тем временем синоптики предупреждают, температура уже сейчас выше нормы. У нас в мае месяце накопился значительный дефицит осадков. Он составил 50% непосредственно по Москве. Естественно, это все приводит к высокой пожароопасности. Впрочем, пока изнурительная жара в Центральную Россию еще не пришла. Полного повторения сценария не будет. В большей части может повториться история, но не столько с засухой, сколько с значительным дефицитом осадков. Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Шлябинск. Вас, возможно, ждет то, что пережила Центральная Россия прошлым летом. И наиболее погодоугрожающим регионом в этом плане является Сибирь в этом сезоне. Там уже нормы значительно превышены. Там уже перекрываются рекорды тепла. Причем перекрываются они не только в южных районах, но и в приполярных, и в заполярных. Так что же делать? Сегодня мы разберемся, как защитить себя и свой дом этим летом. В дымном кошмаре прошлого лета лучшим другом человека вдруг стали кондиционеры. Надо сказать, что летом они всегда пользуются спросом. Но в прошлом году впервые цена на них выросла в несколько раз. И второе, впервые они становятся предметом дефицита. В дымном кошмаре прошлого лета лучшим другом человека вдруг стал кондиционер. В столице они сначала резко выросли в цене, а потом и вовсе стали дефицитом. В поисках панацеи от смока москвичи брали приступом магазины. В данный момент происходит монтаж внутреннего блока. Купить или не купить, такого вопроса даже не возникало. Больше волновало то, какой кондиционер поможет нам вдохнуть полной грузью не только холодный, но и свежий воздух. Это пылезащитные фильтры, которые задерживают явную крупную пыль. Принцип работы практически у всех кондиционеров один. Кондиционер не является вентиляцией, не захватывает чистый воздух с улицы. Он берет воздух из комнаты и через этот фильтр прогоняет его через холодный теплообменник. Вот главное заблуждение потребителей. Не ждите от кондиционера глотка свежего воздуха. С улицы он не поступает. Кондиционер это обычный вентилятор. Стою лишь разницы, что здесь воздух проходит через фильтр и холодильник. Фактически кондиционер это тот же холодильник, только разделенный на две части. Морозилка находится внутри, вместе с вентилятором. Вся остальная громоздкая и шумная часть находится наружу. То есть компрессор, конденсаторный сам блок. Главный вопрос, а куда поставить морозилку? По европейской системе установки кондиционер надо размещать или над кроватью, или над дверью. Но Россия не Европа. В России как? Куда заказчик? То есть по технологии мы можем повесить, заказчик хочет сюда. Мы отступаем, делаем, чтобы забор воздуха был от потолка и вешаем. Если дует прямо в лицо, можно остаться без голоса или даже без слуха. Приводит вспышки, как простые заболевания. Насморк по-научному ренит. Болит горло на ренге. То есть когда пропадает голос, когда возникает ангина. Именно окна – основной источник тепла. Поток воздуха из кондиционера должен перекрывать поток воздуха извне. Не работают они, к сожалению. Вот так поставил одну мощную бассету, где-то в коридоре, и все, и сам ее в отфиксировал. Там будет Арктика, а везде будет Сахара. И это не маркетинговый ход, к которому так привыкли, а правда. Специалисты советуют, если покупаете кондиционер, мощность берите с запасом. На площадь 25 квадратов ставился кондиционер 35, рассчитанный на площадь 35 квадратов. И это позволяло предположить, что кондиционер прослужит вечно, из-за того, что он будет работать не на максимальных оборотах. Но какой бы ни была мощность, от жары кондиционер, конечно, защитит. А про спасение от дыма даже сами продавцы, честно говоря, не получится. Кондиционер не предназначен для чистки воздуха именно от гари, дыма. Кто же мог предположить, что именно кондиционеры станут последним шансом на выживание? Через все щели, естественно, дым попадает. Именно дым смог попадать в помещение кондиционера. Кондиционер, конечно, справляется с частью, но все-таки не полностью. А теперь, внимание, удивительный и ужасающий факт. На выставке представитель известной компании разоткровенничался. Он объясняет, в кондиционерах стоят биофильтры. Но за все время поставок в Россию не было ни одного заказа на их замену. А ведь при дымовой завесе фильтры надо прочищать несколько раз в неделю. Еще 2-3 раза за сезон хорошо бы прочистить фильтры с помощью специалистов. И раз в 3 месяца фильтры надо менять. Иначе счастливым обладателям кондиционера грозит эпидемия. Или так называемая кондиционерная болезнь. Ее провоцируют бактерии легионела пневмофила. А это и пневмония, и лихорадка, высокая температура, главная боль и боль в мышцах. Средой размножения этих микроорганизмов может стать вода, стекающая в поддон с испарителя кондиционера. В кондиционерах накапливаются микробы и вирусы, и прежде всего грибы, которые с определенного уровня начинают распространяться и в помещении. Это означает, что надо проветривать помещение каждые 4-5 часов. Иначе комната с кондиционером превратится в рассадник заразы. Можно говорить о каких-то возбудителях, как микоплазма, хламидиоз и другие инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. Второй минус – угроза для дыхательной системы. Кондиционеры очень сильно высушивают воздух в помещении. И любые заболевания, и ротовирусные, и вирусные верхних дыхательных путей, конечно, будут развиваться чаще. Поэтому вооружитесь прибором для измерения влажности – гидрометром. Влажность воздуха в помещении, где есть кондиционер, должна быть не менее 40%. Для ребенка кондиционер не враг, если родители следят за температурой. Не хотите переохладиться – поставьте на плюс 26. Все-таки в том помещении, где есть маленькие дети, на ночь лучше обходиться без кондиционера. То есть мы ложимся спать, соответственно, кондиционеры выключаем. И если пространство квартиры позволяет избежать концентрации микробов, то, сев в машину, закрыв окна и включив кондиционер, вы фактически попадаете в термостат с микробами. Ведь здесь этих самых микробов в десятки тысяч раз больше, чем в окружающей среде. Так что кондиционер и дома, и в офисе, и в машине – это, конечно, хорошо. Вот только пользоваться им надо с умом. Столбик термометра все выше, и когда не помогают кондиционеры, может, спасет вода, точнее, водоем. Когда кругом жара, мы уже не обращаем внимания на мусорные острова, дрейфующие на поверхности. Казалось бы, ну и что тут такого? Утки-то ведь плавают, значит, вода чистая, рассуждаем мы. Мы всегда острим, что уточки только держатся на плаву, не потому что у них очень плотные перья, но потому что они кишат глистами. Они стремятся к теплу, это значит, к теплой воде, это значит, к органике, это значит, к фекалиям. Это первое правило зеленого патруля. Увидел утку в водоеме с непроточной водой, от купания лучше отказаться. Несмотря на то, что они такие симпатичные и красивые, они переносят паразитов, которые могут попасть на кожу, попасть на кожу и вызвать то, что называется зудом купальщика. То есть это покраснение кожи, раздражение, чесотка. В тихом омуте не только паразиты водятся. По результатам анализов воды из большинства водоемов столицы и не только, можно изучать таблицу Менделеева. Ну, в этом водоеме купаться абсолютно невозможно, потому что там превышение по нефтепродуктам, вот, по поверхностно-активным веществам, так называемым спалом, тяжелое металло присутствует в пробах. То есть это цинк, это свинец, это медь, это железо в повышенных концентрациях. И ведь дело не только в одном конкретном московском водоеме. Температура воды 22-24 градуса уже вызывает такое вот волообразное размножение кишечной палочки, которое вызывает вот в первую очередь пищевые отравления. Повторяем, всего 22 градуса на улице, и паразиты начинают плодиться с дьявольской скоростью. У людей разный иммунитет, и там, где один выйдет сухим из воды, другой подхватит инфекцию. Поэтому совет первый. Купаться можно только в проточных водоемах. Совет второй. Эта маленькая тест-полоска продается в любом аквариумном магазине. С ее помощью можно проверить жесткость, pH-баланс и, главное, количество нитратов и нитритов в воде. Их превышение приведет к кишечному отравлению, если придется нахлебаться воды. Итак, вы проводите этой полоской по воде, потом прикладываете ее к контрольной шкале. Если цветовая гамма выходит за пределы зоны окей, значит, эта река ядовита. Ну и, наконец, третий совет. Разводы радужных цветов на поверхности – самое неприятное. Значит, кто-то слил отходы нефти или даже кислоты. Купаться нельзя. А если угораздило, немедленно надо идти отмываться. На улице плюс 30 – жара, жажда. Чем ее утолять, в каких количествах и, главное, так, чтобы было для пользы тела. Давай, давай! Итак, мы провели уникальный эксперимент. Москва, МГУ, турнир по регби. Добрый день. Так, кто у нас будет первый? Перед началом игры врач Лев Тартаковский измеряет пульс и давление, снимает кардиограмму. Пока что у спортсменов все показатели в норме. Нормальная, хорошая кардиограмма молодого, здорового спортсмена. Допустимо. Следующий. Проблем с сердцем нет ни у кого. Сказывается хорошая физподготовка. Теперь во время игры каждый из участников эксперимента будет пить только один напиток. Задача понять, чем лучше утолить жажду. Сейчас посмотрим, что будет после приема наших напитков. В эксперименте участвуют морс, квас, пола, горячий чай, сок, газированная вода и обычная вода без газа. Пока одни выбирают, чем утолить жажду. Я буду пить квас. А я буду пить сок. Другие уже вовсю дегустируют. Первый глоток апельсинового сока оставил не самые лучшие впечатления. Какая-то кислотность начинается после сока. Во рту неприятно. И я думаю, что меня надолго не хватит. Игра началась. Пока что университетская сборная уступает соперникам. В перерыве ребята еще раз подходят к столу с напитками, освежиться. Заодно делятся впечатлениями. Пил колу. Сложно было все. Желудки першило. Было дискомфортно. Итак, прошел еще один тайм. Пора узнать, как подействовали напитки на организм. Проводим контрольные замеры. Любитель колы теперь страдает над дышкой. Врач констатирует. Давление выросло. 160 на 90. Скорее всего, из-за того, что пациент пил газированные напитки. Пульс тоже зашкаливает. 120 ударов в минуту. Ухудшились и показатели кардиограммы. Вердикт доктора неутешителен. В жару газированные напитки лучше не пить. Потому что действий на организм непредсказуемо ухудшает показатели гемодинамики. Апельсиновый сок тоже не дает возможности отдышаться. По сравнению с газированными напитками, рост показателей пульса и артериального давления не такой большой. Но, тем не менее, все равно это приводит и к приросту пульса, приросту давления и снижению толерантности к нагрузке. Может, горячий чай выход из ситуации? Употребление горячего чая на жаре не является лучшим средством для утоления жажды, для лица славянской внешности, живущих в средней полосе. Морс-регбист сразу вносит поправку. Морс слишком сладкий. В жару его пить плохо, потому что вяжет, пить хочется. И после морса все равно нужна вода. Тогда, может быть, квас или минералка подойдут? Вне зависимости от того, какие это были газированные напитки, у наших испытуемых поднялось и артериальное давление, и непропорционально выросла частота пульса. Правда, отчасти такая реакция на квас обусловлена тем, что квас был газированным. Тем временем, последний игрок пил только воду. Это пульс и 78 ударов в минуту. Прекрасный результат. А что же кардиограмма? Кардиограмма – здоровый человек. Видите, обычную холодную воду – это лучший способ восстановиться на жаре при таких физических нагрузках. При одинаковых нагрузках игрок, выбравший простую негазированную воду, чувствует себя значительно лучше других. Чувствую себя отлично, восстановился полностью и готов к следующей игре. Выход есть. Негазированная холодная вода – лучший напиток для жаркого лета. Правда, тут тоже важно не переборщить. Дневная норма – 2-2,5 литра воды. Организм требует пить, но пить в меру, не перегружать сердечно-сосудистую систему. И лучше, чтобы это была обычная холодная вода, без химикатов, без пищевых добавок и присадок, которые сейчас используются все чаще и чаще. Если в нашей стране жарких дней не так много, то есть места, где зной в порядке вещей. Как же там борются с палящим солнцем? Вообще есть три фактора, которые помогают спасаться в Африке от жары. Это питье, это одежда, это сон. Валентина прожила в Египте более 10 лет. Привыкала тяжело, пока не узнала всех восточных секретов. Первое – жидкость. Жители жарких стран пьют много, но с умом. Утром обязательно воду, а вот днем в жару только горячий чай. Если вы в сильную жару выпьете холодную воду, которая моментально впитывается кровью, то вам станет еще жарче, вы вспотеете и будете не очень хорошо себя чувствовать. Второе – одежда. Если европейцы в летний день снимают с себя все, что можно, то на Востоке, наоборот, одеваются. Это древняя традиция, и она помогает. Одеваются, как правило, закрывают все части тела. Это одежда с длинным рукавом. Длинные рукава, челма и брюки позволяют сохранить температурный баланс и не перегреваться под солнечными лучами. При этом самой хорошей тканью считается шерсть. Она лучше всего впитывает и испаряет влагу. Первое – шерсть, второе – лен и третье – шелк. Третье – это сон. Во многих странах с жарким климатом сиеста или послеобеденный отдых является многовековой традицией. В средиземноморских странах это, как правило, полдень, это 12 часов, и вся страна буквально, если может, укладывается спать. В Египте это, как правило, 4 часа дня. Во время жары в воздухе мало кислорода. Голова не соображает, тело не слушается. Сон помогает человеку преодолеть испытания погодой. Организм должен отдохнуть. Во время сна температура нашего тела понижается на градус. Это тоже дает возможность как бы нам остыть. Но, несмотря на суровые условия, организм привыкает к жаре. И многие выходцы из солнечных стран без нее уже не представляют своей жизни. Ход в этот ход лет для нам лучше солнце, чем, например, зима, нам лучше жара. И что россиянину хорошо, то приезжему оказывается беда. Когда, например, жара, не надо вообще пить холодную воду. Для нас вредно это, короче. Учки у нас болят. Что может быть лучше, чем бокал холодного пива в жаркий полдень? Но как сочетаются жара и алкоголь? Неужели организм никак не отреагирует на двойное повышение градуса? На улице и в бокале. В жаркий день на зеленую лужайку мы пригласили две компании. Эти веселые ребята – шоу «Ранеты» на радиомаяк. В летний зной они и сами пьют пиво, и другим советуют. На улице жара, если она давлеет над тобой. Сделай так, чтобы у тебя внутри была жара. И тогда температуры сократят друг друга. А это музыканты из группы «Инь-Янь». В жаркие дни они коротают, заедая жажду фруктами и запивая водичкой. Камиказы, камиказы, ничего не бойся. Итак, мы проводим эксперимент. Кто лучше перенесет выходные под пеклом? Ранеты с пивом или инь-янь с водой и фруктами? Кушайте виноград вместо водки. Невкусно, но не так вредно. Сначала измеряем у отдыхающих пульс и давление, снимаем кардиограмму. Результаты перед началом испытания одинаковые. Все показатели в норме. Ну что ж, начинаем наш эксперимент. Посмотрим за нашими участниками. Кто как отдыхает и что покажут приборы после отдыха. Такому эксперименту можно только позавидовать. Веж, пей и развлекайся. У любителей градусов пикник проходит весело и задорно. Так выпьем же. За прохладное лето. За алкогольное лето. Какое бы оно ни было. Будет алкогольным, будет и прохладным. Ранеты начали с пивом. Пиво – жидкий хлеб. Хлеб – это жизнь. Уважает труд комбайнера. И быстро перешли на водку. Куда ни кинь, куда ни глянь, повсюду мы. Ранеты пьянь. Группа трезвенников тоже с честью проходит испытания. И на алкогольные искушения не поддается. Инь и янь пока еще у них сбалансированы. Извините, мы не пьем водку, нет. Что же, переходим ко второй части испытания. Спортивные упражнения. Похоже, любители напитков покрепче уже на старте. Не в лучшей форме. Мы в норме. Мы в норме. А не забей. Еще несколько минут игры, и команда под градусом просит перерыв. Жара сделала свое дело. Это же жуть, как жар. Да давайте, давайте возьмем паузу, давайте выпьем чуть-чуть. Ну, промочим горло. Со счетом 3-0 матч окончен. В игре перевес на стороне трезвой команды. Но футбол еще не показатель. И сейчас мы идем играть не в футбол, а в доктора. Снова пульс, давление, кардиограмма. Результат хоть и ожидаем, но удивляет медиков. Нагрузка на предсердие, да. Ну и частота пульса 117 ударов в минуту. Впоследствии отдыха видны. После такого отдыха, утверждает врач, на сердце идет колоссальная нагрузка. Как следствие, затрудненное дыхание и чувство усталости. Медицинские показатели, да и самочувствие у любителей простой воды куда лучше. Пульс 78 ударов в минуту. Это очень хорошо. Пульс, давление изменились минимально. Профессор доволен и делает вполне предсказуемый вывод. Без алкоголя жара переносится намного легче. Кардиограмма как была, так и осталась. Ну, обычно, обычно. Идеальный. Итог нашего эксперимента очевиден. Банка холодного пива или напитки покрепче, конечно, поднимут настроение, но здоровья не прибавят. Алкоголь, как это ни грустно, только помешает организму бороться с летним зноем. А если еще и перебрать с градусом, пикник может и вовсе закончиться за обочиной. Пекло снижает аппетит. И, казалось бы, жара – лучшая диета. Но как только солнце садится, мы добираем то, что не съели за день. Это тупиковый путь. Поэтому диетологи объясняют, в зной надо заменить рацион. Первое и самое главное правило – больше овощей и фруктов. Отдавайте предпочтение сладким и менее сладким фруктам. Отдавайте предпочтение сочным овощам. Это огурцы, помидоры, кабачки. Маргарита Королева – врач-диетолог. Это под ее строгим руководством худел Басков и обретала форму Надежды Бабкина. В жару Маргарита советует отдавать предпочтение овощам зеленого и белого цвета. Зеленого и белого цвета не случайно, потому что именно в этих овощах большое количество живой клетчатки, которая будет обеспечивать хорошую детоксикацию организма. Организму не помешают и углеводы, поэтому переходим на каши. И гречка, и геркулес, кинуа, рис – это источники длинных углеводов, которые поддерживают нашу работоспособность, способствуют медленному восхождению энергии. А вот о жирных продуктах забудьте до зимы. На их переваривание наш организм тратит слишком много энергии. Уберите своего рациона жирные сорта мяса, рыбы, птицы. Не употребляйте или не злоупотребляйте такими продуктами, как колбасные изделия, жирные виды сыра. Следующий пункт – долой соль. Не стоит также налегать на мучное и сладкое. Не используйте в своем рационе пирожные, мороженое с большим количеством вот этих калорийных розочек. Вместо одного плотного ужина жару ешьте чаще и меньше, так организму будет легче. Объемы пищи на прием необходимо и важно сократить для того, чтобы все-таки сохранить максимум ресурсов организма во время жаркого времени года. Мировой знаменитости футболисту Дмитрию Сычеву не раз приходилось играть в самое пекло. Но летом тяжелой пищи спортсмен не ест. Тяжело есть что-то горячее и тяжелое. В такую жару максимум. Такой салатик легкий. Кроме салатов пережить зной Дмитрию помогает окрошка. Лучше говорит он на кефире. Идеальная еда – это окрошка после такой жаркой жары и тренировок на жаре. Окрошка – самое идеальное средство. Предположение футболиста про окрошку подтверждают и диетологи. И сломолочные напитки удаляют жажду, а вот обычное молоко может вызвать дискомфорт. Ведь жара провоцирует быстрое размножение бактерий. Что касается гарниров, то во время жары на летние каникулы должен уйти картофель. В картофеле очень много крахмала, который в принципе мешает организму расслабиться и испытывать легкость какую-то. То есть мы его нагружаем, и крахмал нас заставляет спать, заставляет нас хотеть есть еще. Окрошка окрошкой, но кто же откажется от шашлычка и коньячка летом да на даче? А ведь именно дачники были виноваты в 30% прошлогодних пожаров. Эти кадры можно считать показушными, а можно и профилактическими. Участковые лесники проводят воспитательные беседы с теми, кто нарушает закон. Но блюстителя порядка к каждому костру не поставишь, поэтому нужно знать несколько правил. Разрешаться мангал сжечь, но под кронодеревьях нельзя, на траве на сухой нельзя сжечь. Ставится мангал, окапывается площадка песчаная, рядом ведро воды, но ведра нету, хотя бы бутылка большой емкостью. Чтобы уберечь загородный дом от огня, нужно действовать сообща и готовиться к чрезвычайной ситуации заранее. Должны быть на летний период установлены или первичные средства, или бучки с водой садоводческих товариществ. Конечно, необходимо проверить электрохозяйство. В летний пожароопасный период должно проводиться патрулирование садоводческих товариществ, к чему мы их призываем. Не ждите, пока вас клюнет горячий петух. Правила простые и легко выполнимые. На дачах кондиционеры скорее редкость, чем правило. Поэтому от жары и, главное, от смока можно защититься и подручными способами. Уберечься, например, от окиси углерода, от угарного газа маской невозможно. Ну, его и не так много. Все эти маски, они, конечно, имеют некое защитное действие вот от этих мелких взвешенных частиц. Они задерживаются, конечно, тем более, если многослойная маска. То же самое были рекомендации, если открывать, допустим, форточки, занавешивать их слоями марли, может быть, смачивать, чтобы воздух был повлажнее. Жара не приговор, особенно если знать, как ей противостоять. Подведем итоги. По утрам пейте много негазированной воды, ешьте фрукты, забудьте про мясо. Кондиционированное помещение не забывайте проветривать, не купайтесь в общественных водоемах и старайтесь поменьше бывать на улице на жаре, потому что пекло не щадит никого. Продолжение следует... Продолжение следует...